Экстренные службы совместно с сотрудниками предприятия завершили отжиг газа в технологических колодцах. Около полутора тысяч жителей Волжского района были эвакуированы еще накануне вечером. 86 человек разместили в пунктах временного пребывания, которые расположены в Волжском районе. Остальные предпочли переночевать у родственников. Необходимые действия сразу были предприняты, отцепление выставлено. И, собственно, днем какой-то угрозы ближайшим населенным пунктам не фиксировались, поскольку проходил отжиг продукта, продукт при высоких атмосферных температурах испарялся. Но в вечерний период мы просто решили перестраховаться, поскольку были опасения, что при понижении температуры в низинах может скапливаться вот этот газ, что может быть опасно уже для жизни людей. На момент аварии в продуктопроводе находилось 550 тонн ШФЛУ под давлением 10 атмосфер. Ввиду ухудшения погодных условий, ветер ноль и понижения температуры вечером, было принято решение о проведении эвакуации населения из населенного пункта Верхняя Подстепновка. Последствия аварии удалось устранить в пятницу днем. На месте работали около 60 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. На территории Волжского района допустимая норма газа в воздухе не была превышена. Движение по южному обводному шоссе открыто. Жители в Верхней Подстепновке возвращаются в свои дома. Елена Малютина, Константин Головин. События.